ДУЛАТА АГОДИЛА Шалу, убийца! 8 августа в селе Талабкер пройдет АС в память о Дулате. Важно всей страной поддержать его семью. Соратники Дулата приглашают казахстанцев приехать и почтить память героя. Двери дома семьи Агодил открыты для всех. 8 числа, 8 августа мы силами всех гражданских активистов хотим пригласить всех казахстанцев на АС-2, на территорию нашего, как говорится, Асара. Поэтому всех приглашаем. Ждем вас всех, всех казахстанцев, без исключения. У нас нет такого понятия, как кто-то кого-то делит или еще что-то в этом духе. Мы приглашаем всех людей, которые хотят быть здесь на АС-2, которые знали Дулата, которые видели его репортажи и которые понимают, что именно хотел наш брат Дулат. Перед смертью Дулат заложил фундамент дома для своей семьи. После убийства активиста его друзья вместе закончили начатое им дело. Завершены отделочные работы внутри и снаружи дома. Обустроен двор. Все это сделано руками и средствами неравнодушных активистов. Они собрались и вместе построили дом для семьи Агодил. Так и все казахстанцы могут объединиться и построить новую страну. Не все могут приехать в Талабкер, но многие спрашивают, как еще можно помочь семье Дулата. Если вы хотите принять участие в Асаре, можете перечислить средства на один из счетов его сторонников. Друзья Дулата продолжают его дело. Люди должны не допустить новых пыток и убийств. В эту субботу народ сплотится вокруг общего горя. После смерти Дулата Агодилы мы видим, как его имя объединяет людей, объединяет активистов. И в этом смысле у него огромная заслуга. Он сделал огромный вклад в становление нового государства, изменение сознания наших граждан, который в итоге приведет к смене этого политического режима. Я считаю, что пришло время озвучить, это собственно я слышу эту идею в социальных сетях, что аэропорт имени Нурсултана Назарбаева будет переименован. Это будет аэропорт Дулата Агодила. И мы, народ Казахстана, правительство, назначенные парламентом страны, безусловно, должны отдать данные уважения Дулату Агодилу, увековечить его имя и поддержать его семью, и выплатить значительные суммы компенсации, чтобы каким-то образом поддержать его семью. Поэтому я считаю, что мы не забудем и не должны забывать. Продолжение следует...